Привет всем! С вами проект «Россия чужой взгляд». Хотелось бы наконец закрыть эту крымско-украинскую тему, которая всплыла в связи с моей поездкой в Крым, и ответить на те многочисленные вопросы, которые вы мне задаете. Я просто буду кидать ссылку на это видео всем страждущим товарищам, чтобы они наконец от меня отвяли. Я был в Крыму и до присоединения к России, но на этот раз я решил значительно расширить географию своего пребывания там. Я, естественно, был в Симферополе, сходил, полазал по горам традиционно, был на пляже рядом с Новым Светом, был в Севастополе и не раз в Бахчисарае, а также доехал до Роздольнинского района на севере Крыма и до села Портового. Везде, где только мог, я беседовал с местными жителями. К тому же в Севастополе я жил у зрителей моего канала, в Роздольнинском районе меня принимали тоже зрители моего канала, ну и наконец на пароме в Севастополе меня опознали зрители же моего канала, которые помогли мне провести опрос в Симферополе, который, в свою очередь, вы видели в прошлом выпуске. И то, что я вам сейчас скажу, будет несколько отличаться как от телевизионной картинки украинского телевидения, так и от телевизионной картинки российского телевидения. Но сначала пара вводных. Современным интернет-пользователям, да и вообще людям в нашем мире, сейчас нужны простые и понятные идеологемы, привлекательные и аппетитные, как гамбургеры. Например, если брать Россию, то на Украине все фашисты. И все такие, да-да-да, на Украине все фашисты. Вот и по телевизору то же самое говорят, телевизор ведь врать не станет. Если брать Украину, то Крым был отжат под дулом пистолетов, автоматов. Люди приходили голосовать, приведенные туда силой. Сейчас они изнывают под пятой жестокой диктатурой. Все такие, да-да-да, так оно есть. Вот и по телевизору то же самое показывают, а телевизор ведь врать не станет. И какой-нибудь очкастый российский узник совести в социальные сети Facebook тоже врать не станет. И когда одним-то говорит, что на Украине полно вменяемых и нормальных людей, а другим, что крымчане ломанулись добровольно голосовать без каких-то там автоматов, то ватники тебе заявляют, что ты предатель Родины, а обошеватники, что ты путлеровский кацап. Это происходит потому, что людям нужны понятные идеологемы. Путин — Гитлер. Путин — спаситель Отечества. Украина — фашистская страна. Украина — страна, победившая демократии, страдающая от российской агрессии. Никаких других промежуточных концепций люди воспринимают не в состоянии, потому что это требует самостоятельного поиска информации и ее анализа. Людям просто лень этим заниматься. Им нужен информационный гамбургер. И посмотришь на некоторых товарищей на YouTube-каналах и про ТВ и вообще не заикаюсь. И такая категоричность у них, и такое желание навязать свою точку зрения, убедить зрителя, что мама не горюй. Так вот, я в очередной раз вам заявляю, что я не истинна в последней инстанции, и даже ту информацию, которую я вам предоставляю, нужно подвергать критическому анализу. Ну, это закон жизни. Я не хочу никого ни в чем убеждать, и мне совершенно не интересно спорить на понятные мне темы, как, например, ситуация на Украине, и кому-то там чего-то доказывать. Украина сейчас – это Россия 90-х прошлого века. И я не знаю лучшего прикрытия распила бабла, чем война. Наполеон говорил, что любого интенданта можно расстреливать без суда и следствия спустя пять лет после начала его службы. Поэтому все, что там происходит, крайне выгодно определенным людям. А крайне, как обычно, люди простые. Как это было у нас в начале 90-х. Ну, или вот другой пример, осносящий башню некоторым оголтелым патриотам. Возьмем президента США Рейгана. Люблю ли я его? Нет, не люблю. Уважаю ли я этого человека? Я очень его уважаю. Он поставил перед собой цель развалить СССР. И он ее достиг. Мне от этого не очень приятно. Хотя я к Советскому Союзу, поскольку я его достал, отношусь достаточно критично. Но уж точно любить я Рейгана за этого не буду. Но развал СССР – это свершившийся факт. С этим можно спорить, с этим можно не спорить, с этим можно соглашаться, с этим можно не соглашаться. Но вы ничего уже не измените. Это свершившийся исторический факт. Люблю ли я Путина? Да нет, конечно. У меня есть к нему масса претензий. Мне очень многое не нравится. Мне не нравится то, что когда возникают фамилии Сердюковы, Васильевы и прочее, то парировать нечем. Уважаю ли я Путина? Да, я его уважаю за один конкретный акт – за присоединение Крыма в Россию. Почему? Потому что у человека были яйца. У человека была политическая воля. А на Украине сидит человек, у которого нет ни яиц, ни политической воли. Именно поэтому в США сейчас очень часто вспоминают Рейгана, потому что понимают, что у Обамы яиц нет, а у Рейгана они были. И он бы Путину что-нибудь да мог бы противопоставить. И в этом нет ни любви, ни эмоций. Это просто констатация фактов, как природные осадки. Крым был присоединен. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Кто-то с этим будет спорить, кто-то будет доказывать, что все может измениться. Но все может измениться только в одном случае – в случае войны. Вот тогда Крым может вернуться. Либо, если он вдруг вернется, война начнется уже после его возвращения. Но она в любом случае начнется. Это понятно всем трезвомыслящим людям. Вы этого хотите? Почему стало возможно возвращение его в Россию? Есть несколько моментов. Момент первый, о котором мне говорили все везде и поголовно. Он заключается в том, что на протяжении всего того времени, пока Крым был украинским, сама Украина не вложила в него ни гривны. Ну, надо понимать, что не вложила ни гривны – это фигура речи. Что-то, конечно, вкладывалось, но это были такие незаметные процессы, что у людей создалось ощущение, что все только наоборот раздербанивается. Причина вторая меня крайне удивившая. Я всегда думал, что Россия – это чемпион коррупции. Но, оказывается, нет. В Крыму, в украинском Крыму, все делалось только вот так. Особенно это было заметно на примере медицины. У меня разболелось ухо, я пошел в Севастополь в Пироговскую больницу. У меня был только паспорт, полиса не было. В общем-то, я был готов заплатить. Меня приняли бесплатно. Прием занял буквально две минуты. Врач залез мне в ухо, посмотрел, выписал капли, сказал, что если через два дня они помогут, вот капай тогда антибиотики. Ну, капли помогли. С меня не взяли за это ни копейки. Когда я об этом рассказывал местным, они говорили, что раньше такая ситуация была просто нереальная, потому что медицины либо не было, либо если ты наконец каким-то образом проникал в ее недра, то тебе все равно приходилось пошлять. Особенно у меня понравилась история про одного директора больницы, к которому приходили люди на прием. Он выписывал лекарства, которые продавались только в аптеке, находившейся на первом этаже этой больницы, которая, как вы понимаете, принадлежала самому этому директору. Все шалманы на побережье существовали без каких-либо лицензий, без каких-либо разрешений. Все просто отстегивалось местным властям. Тактист рассказал про своего знакомого татарина, который не вдумевал, что теперь нужен какой-то там патент, шматент. Ты не знаешь, что это такое. Скажу честно, меня это очень сильно поразило. Третий пункт – это крайне недальновидные высказывания некоторых украинских политиков. Когда мне их цитировали, я, честно говоря, отказывался верить, но мне находили ссылки в интернете. И читая их, я понимал, что, в общем-то, крымчане, наверное, должны были задуматься о том, какую судьбу им готовят. Ну и последнее – это психологический фактор. Я уже как-то об этом говорил, повторюсь, что в один из приездов в Крым, когда он еще был украинским, меня поразило то, что все называют местную валюту рублями. И когда я в Симферополе спросил, а сколько гривен стоит эта бутылка воды, меня очень жестко поправили, сказали, что не гривен, а рублей. Поскольку я вменяемый, то меня это, честно говоря, очень сильно напрягло. Был такой человек по имени Людвиг Мария Мисс. В историю он вошел под псевдонимом Мисс Андеро. Это очень известный архитектор эпохи модернизма. У него была фраза «Бог в деталях». Ну, казалось бы, ну, подумаешь, называют гривны рублями. Че такого? Это именно та деталь, которая вскрывает все эти нарывы, существующие в обществе. Теперь про нынешнюю ситуацию. Самый главный момент – вся власть осталась прежней. И это самый демотивирующий фактор для местных жителей, которые надеялись на какие-то перемены. В Раздольном мне рассказали замечательную историю про местного пожарного, который при Украине получал копейки, поэтому ходил всех и нагибал. Теперь он получает 45 тысяч рублей, поскольку на российской службе 45 тысяч рублей в Крыму – это ого-го, какая зарплата. Тем не менее, продолжает ходить и всех нагибать. На месте Украины, конечно, я бы задал вопрос всем этим замечательным чиновникам, ментам, пожарным и так далее. Как это они с такой легкостью вдруг переметнулись на службу в другое государство? Ну, тут все понятно. Бабло решает все. Второе – это цены. Они взлетели. Квартира в Севастополе стоит, как в Петербурге. С какого перепуга вообще непонятно. Ну, да, конечно, курортная зона, берег, но все остальное, извините, на таком уровне, что даже не хочу об этом говорить. Некоторые продукты стоят дороже, чем в Москве, при этом уровень зарплат остался прежним. По поводу туристического потока у меня сложились довольно противоречивые ощущения. Вокзал в Симферополе пустой. Ходит один-единственный поезд – Москва-Симферополь. Все поезда с Украины, естественно, перекрыты. В Севастополь, понятное дело, не ходит вообще никакие поезда. Соответственно, упал поток так называемых дикарей, которые делали кассу многим жителям, сдающим жилье. В Судаке не пропихнуться, как обычно, в Евпаторе не пропихнуться, как обычно. Но вот рядом с Судаком есть пляж, на котором мы всегда стояли. Раньше он был забит, сейчас он пустой абсолютно. Ну, меня это, конечно, порадовало, я люблю пустые пляжи, но картина была достаточно непривычная. Бахчисарай, паренек, который вез меня на джипе по местным красотам в горах, сказал, что при Украине после 25 августа сезон как обрубался. А в прошлом году он возил людей аж в ноябре. И если при Украине заезжало 3 миллиона человек, это было очень хорошо, то в прошлом году заехало 5 миллионов. По поводу воды и электричества, с этим как раз почему-то все в порядке. Как мне объяснили местные, потому что они за это все дело исправно платят. Поэтому, конечно, Россия, конечно же, враг и агрессор. Но когда поступают исправно деньги за предоставляемые услуги, Россия почему-то из врага и агрессора превращается в потребителя этих услуг. Но над всем над этим царит самое главное ощущение, что в Крыму нет войны. Об этом тоже все говорят. И, в общем-то, люди, несмотря на всю жесткую достаточно ситуацию, готовы пока терпеть. Но как долго они готовы это все терпеть, непонятно. Ибо нагибают их там очень сильно. И перемен, которых они хотели, еще раз повторюсь, они не получили. Если власть в Москве не предприняла конкретных шагов по регулированию этой проблемы, то не знаю, с чем мы можем дальше столкнуться. Заканчивая эту не очень веселую мысль, хочу сказать про одно мое наблюдение, которое только усилилось в последнее время, особенно после посещения Крыма. Я совершенно четко убежден, что Россия ждет очередной коллапс. Очень много вижу параллелей с тем, как противостояла власть обществу до 1917 года, как противостояла власть обществу до 1991 года. К сожалению, иногда, глядя на то, что делают наши власть придержащие товарищи, ты понимаешь, что никакие Навальные, никакие Пусси Райт, никакие разведки ЦРУ, международные фонды и прочее не нужны. Потому что наша власть – это самая лучшая пятая колонна, которая с удовольствием страну и развалит. Сама, наверное, того не понимая. Простекает это из полного противоречия между тем, что нам вещают по официальным телевизионным каналам и на официальных сайтах в интернете, и тем, что мы имеем на самом деле. К сожалению, позитивные сдвиги, которые есть в России, которые я лично вижу, и по которым, конечно же, никогда в жизни не напишет ни западная, ни украинская пресса, нивелируются огромным количеством проблем, которые никто не замечает и которые никто не собирается решать. И в отличие от некоторых либерально настроенных граждан, которые ждут данного коллапса, как манны небесные, потирая руки, как герцинг когда-то в каком-то Лондоне во время Крымской войны, или в отличие от большинства населения, которые ждут этого коллапса с ужасом, как какой-нибудь Победоносцев после убийства Александра Второго, я жду его совершенно спокойно, ну, может быть, исходя из китайского принципа Дао. Коллапс этот случится не при Путине, потому что на сегодняшний момент это единственный сдерживающий фактор. Коллапс этот случится как раз-таки в том случае, если господин Путин со своего поста уйдет. Хотя есть те, кто уверен, что вот сейчас убери нашего президента, и все это у нас заиграет. Хочу напомнить, что больше всех огребали те, кто больше всех орал «Долой царя» или «Долой совок» или «Долой Путина». Потому что эти люди, как правило, не знают, что ответить человеку на вопрос «А ты, пидор, чё, вылопился?» Поэтому вот они-то огребут в первую очередь. И все эти абсолютно односторонние комментарии, которые не приемлют вообще никакой другой точки зрения, кроме своей любимой, убеждает меня как раз-таки в правильности данного наблюдения. Но чтобы закончить этот выпуск на мажорной ноте, я хочу показать вам пару сюжетов, которые, в общем-то, как раз-таки не требуют никаких комментариев. Некоторое время назад один из зрителей моего канала прислал мне удивительное сообщение, в котором он говорил, что администрация села Портовое или Портовое, по-разному это название произносят, выделила деньги. Во-первых, она выделила деньги на культуру, но самое главное, что под этой культурой подразумевалась рок-музыка. И не какая-нибудь рок-музыка. Вот, например, товарищ со своим ансамблем вчера исполняли песни, от которых мое мужское сердце прямо затрепетало. Например, вокально-инструментальный ансамбль «Сепультура» прозвучал с одной из моих любимых композиций. Рут с Блади Рут. Да, Пантера с Амброкен. То есть, грубо говоря, вот вам, ребята, деньги, сыграйте что-нибудь, типа, там, Металлики, Пантеры, вот если бы 20 лет назад мне бы сказали, типа, из местной администрации в Петербурге, вот тебе, парень, деньги, сыграй нам что-нибудь из «Rage Against the Machine». Я бы, конечно, удивился. Соответственно, Петр, один, во-первых, из организаторов фестиваля по совместительству «Барабанщик». Кстати, неплохой ансамбль, как твой называется? Ансамбль называется «Deep Spaces». «Deep Spaces». Очень мне понравились ваши инструменталочки, но кавера тоже неплохие. Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть поподробнее, как это все происходило, вот это вот выделение денег. Ну, собственно, у нас есть рок-клуб наш в поселке Раздольное. Это вот именно как в районном центре. В рок-клуб, ну, уже, не знаю, лет пять мы так вот собираемся. Играли на старой советской аппаратуре, которая была только в ДК. Установка «Амати», если кто знает. Очень убитая еще в 80-х годах просто. Зато 80-е годы. Тарелки, железо, это есть, не знаю, кастрюли, наверное, просто какие-то были. И на вот таком вот инструменте, на аппарате советских комбиках транзисторных мы как-то пытались делать какие-то концерты свои. Тоже это были местные все рок-группы, там буквально 3-4 команды у нас было. Ну, в принципе, сейчас есть. И так как поселок маленький, да, с администрацией все общаются, вот уже после, буквально после референдума нам предложили купить новый аппарат. Сцену, само собой, ДК, ну, Дом культуры, отдел культуры покупал, но и еще как на рок-клуб выделили 500 тысяч. 500 тысяч на рок-клуб в Крыму, в поселке Раздольное, мама дорогая. Да, и купили нам вот замечательный такой аппарат. Подбирали мы его сами. Вот что самое интересное, то есть не просто вы его купили, А, то есть вы написали позиции? Да, мы написали список, составили, ну, что мы хотим. Ну, ты установочку-то заказал? Ну, конечно, конечно. Что за установочка? Установка у нас тама, серия Суперстар. То есть это... В общем, подфартило вам, ребята, на самом деле. Ну, и, соответственно, все это вылилось в фестиваль. Да, ну, конечно, уже когда... Вообще, идея фестиваля, она у нас давно тут как бы витает. Но уже после того, как аппарат купили нам и инструмент, ну, не грех было просто его провести. Нужно было его сделать. Я был вчера на этом фестивале. Ну, первая часть, скажем так, она как раз была для местного дома культуры, а вот вторая часть на самом деле впечатлила. Действительно, вот, особенно группа Криогенум из города Героя Севастопля. Севастопля. Очень, да, такие неплохие ребятишки, очень нам понравились. Хорошо, Петр, как ты думаешь, по что это дальше выльется? Это... Ну, или тебе бы хотелось, во что бы это вылилось? Ну, конечно, хотелось бы, чтобы это был ежегодный фестиваль. То есть, ну, дня два минимум, чтобы это проводилось. Ну, и привлечение каких-либо хедлайнеров хороших. Например, из России. Ну, конечно. Дорогие хедлайнеры из России. Есть Маза... Можно, если не из России. Так сказать, dear viewers from the USA. Вот. В общем, обращайтесь. Я оставлю все ссылки на странице ВКонтакте в описании под этим видео. Сыграйте, продвиньте, так сказать, отечественную рок-музыку в Крыму. Петр, спасибо большое. Кстати, Петр меня еще тут аккумулировал, да, там, встречал. Поселил. Можно было бы больше сделать. Что-нибудь скажете о рейхе-генда машин? А что о них говорить? Прекрасно. Они обратно соберутся и приедут сюда. А, ну, да. Можно позвать. В принципе, я читал в позапрошлом году, что рейхе-генда машин были планы посетить Крым. Но, к сожалению, администрация США рекомендует таким ансамблем, как Слепнот, Лимбискет и прочим, не посещать эту территорию. По каким причинам, непонятно. Тут война идет у нас сегодня. Да, тут, к сожалению, идет война. Стреляют. Стреляют. Вы увидите, вот там бегают люди в бронежилетах. Сейчас из моря появятся подводные лодки с военными крейсерами. Но, тем не менее, мы ждем. Ну, а я, конечно, персонально жду ансамбль System of a Down. Очень бы хотелось, чтобы он посетил этот скромный уголок, портовый. Я думаю, что местные, так сказать, спасатели-жители очень с трепетом ждут. Очень, очень. Да, System of a Down. Да, System of a Down здесь в почете. Хочу показать новшества данного сезона. Раньше этого не было. Вот этот вот источник, он по-разному называется. Мы называем его Чебанский источник. И вот здесь вот у нас висит такая вот почта. А в ней записочки. Давайте посмотрим, что там написано. Всем привет. Группа Запорожья. Энергодор. Мелитополь. Мелитополь. Энергодор. Прошу прощения, они, может быть, просто не в курсе про такой населенный пункт. Алушта. Ницца. Всем хорошего настроения и погоды. Седьмой, восьмой, восьмой, в 2015. Группа Запорожья. То есть кто-то с Украины вот по такому маршруту передал нам привет. Ну, а мы, соответственно, люди из Питера передаем привет группе Запорожья. Чего бы так вот по жизни не общаться. Привет, привет и всем хорошо. Всем привет. Я из Харькова. Иду сам, любуюсь красотами Крыма. Перевальный Судак. Ну, мы примерно по такому же маршруту идем. На Чегинитре. В пятый раз буду. Водка на два дня. Закончилось скучно. Спущусь в морское за догоном. Хорошо в Крыму. Всем доброго здоровья, удачи, хорошего настроения. Берите с собой, больше не повредит. Майкл. Это все туфта. Тут и без водки хорошо. Всем доброго пути. Мы местные из Крыма. Саки. Идем из Хабхала. Ну, мы сами только что оттуда. В Рыбачье. Через Джур-Джур. Гора Тайкабу. Чегинитр. Настроение супер. Воды хватает. Ну, здесь-то я навалом по дороге. Без GPS-а заблудились бы. А мы вот без GPS-а на самом деле. И заблудились. Но нашлись. Приятных вам походов. Удачных дорог и легких подъемов. Настя Юра, Кристина Илья. Привет всем. Извините за порчу бумаги. Идем третий день с перевала. Вчера, думали, сдохнем. Но это всегда так. От Джур-Джура. Так, слушайте. Такой почерк, как у этого. У врача. Приветствую всех предшествующих по родному краю. Всем мирного неба над головой. Здоровый успех. Москва, Рыбача, Харитоновы, Зубихины. Любим всех. Ну, вас тоже любим. Харитоновы, Зубихины. Приветствую всех. Идем с Веселого на Привальная. Погода супер. Виды бомбезные, бомбезные. Портвейн вкусный. Что они все бухают? Я не понимаю, а? Жить хорошо. С уважением ко всем хожалам и с любовью к Крыму. Два Димона. Подмосковье. Мисс Хор. Всем привет. Идем второй раз на корабе из Малореченьки. И поднимемся, обойдя Такья-ТП слева по травянистому склону. Спустимся с Нифань-Баш. Хрен знает, что это такое. Сюда же. Всем легкой дороги. Валентин. Запорожье. Опять-таки. Харьков. Приятно своих сорок пяти встретить в горах. Своих четырех пяти, что ли, встретить в горах? Ну, мы не свои, но нам тоже приятно. Привет всем из Бердянска Запорожской области. Идем уже третий день. Из Перевального поблуждали. Возле реки Бурльчин. Но зато наши нашли пещеру партизан. Это на Кокасане, судя по всему. Тут жарко. Всем удачи. Любим Крым. Олег и Игорь. Товарищи из Бердянска Запорожской области любят Крым. Приветствуем всех. Как хорошо, что есть такие замечательные места. Давайте будем их беречь, чтобы они сохранились еще долго. Крымский федеральный университет. Тут таким карнашом пишут, что нифига не видно. Всем привет. Мы из Харькова. У нас наконец появилось солнце. Водка заканчивается. Да вы, ребята, достали. Поэтому идем к морю на Канаку. Всем удачи. Хорошего отдыха. Настроения. Вперед за здоровьем. Ну, вперед за здоровьем. И водка закончилась. Нормально. Дима, Саша, Вова. Доцент. Оксана, Оля. Маша, Наташа. На троих мальчиков. Четыре девочки. Нормально. Приветствуем. Мы объединенная команда украинских, российских ребят. Желаем всем хорошей погоды и мирного неба над головой. Донецк, Киев, Ижеск, Москва, Санкт-Петербург, Вологда, Симферополь, Харьков. Учитесь, друзья мои. Дружба народов. Форево. Идем дальше. Слушай, ростовщане приветствуют всех идущих. Мы строители лабиринтов. А, ну это где надо выбраться. Один из них мега над Чиги Нитрой на Карачи. Только я теперь не понимаю, как строители каких-нибудь лабиринтов. Сегодня сказочная погода. Идем на северный Демирджи. Всем удачи и мира. Так. Мы шагаем по планете за колдаевские дети. Сегодня доели последний сухарь. Баллоны с кислородом закончились. Пытаемся дойти до Малореченского. У всех обморожены ноги. Крайняя степень истощения. БГГ шучу. Ну что вы так шутите-то, друзья мои. Всем хорошей погоды. Читайте нас в ЖЖ. Ну тут адреса из Харькова, кстати. Запорожье, Харьков. Суммы. На самом деле, я узнаю историю реальной, когда ноги были обморожены. Ребята, такая красота. Привет из Петербурга, Москвы и Харькова. Так. Всем привет. Погода чудная, светло и тепло. Вода наивкуснейшая. Это правда. Для нас это первый поход. О, я вам завидую. И мы в восторге. Приятного отдыха из Москвы. Так. Чапки. Всем счастливых дорог и новых маршрутов. На божественной земле любимого Крыма всех приветствует. Мы из Харькова. Эд и Леха. Русские украинцы, братья на века. ГГ. Всем привет. А, ну это я уже читал. Ну вот, на самом деле, хорошее завершение нашего замечательного сюжета. Я не знаю, кто такие Эд и Леха. Люди из Харькова. Но они пишут, что русские украинцы, братья на века. Написано 21.05.2015. То есть, 21 мая они тут были. Но, друзья мои. Мне кажется, нам всем, и украинцам, и русским, надо приезжать сюда, в Крым. Ходить здесь вместе по дорогам. И говорить эту волшебную фразу, что русские украинцы, братья на века. Всем мира. Всем солнца. Воды. Морской. Маршрутов. И вот этих вот крымских красот. На этом все. С вами был проект «Россия. Чужой взгляд». Оставляйте комментарии под этим выпуском. Ну а в следующий раз мы вернемся к привычному формату и поговорим об антисоветской истерии в США в 1950-х и в 1960-х годах. Редактор субтитров А.Семкин